Итак, после просмотра многочисленных видео по интернету, проанализировав все, что там излагается, я пришел к выводу, что один умный человек умно делает вот эти клетки, и по его принципу я решил сделать то же самое. Значит, вот готовый каркас для клетки, для перепелок. Вот, как видим, в дальнейшем он будет зашиваться сетками. Ну, я буду здесь использовать три вида сеток. Вот, это передняя стенка для того, чтобы перепелки имели возможность через нее клевать корм. Это будут, скорее всего, боковые, вот такие вот квадратики 20-ка, 25-ка, ну, не важно. А на что они оттуда не вылезут. И вот это будет использовано для лыжи. Почему используются три вида сеток, вида сеток, потому что они все имеют разную стоимость. Скажем, вот эта сетка, которая используется для лыжи, она очень твердая, и специально вот внутренней стороны вот имеет такие вот направляющие, по которым хорошо будут скатываться яички. Вот, значит, мы будем делать из нее пол. Но стоит она в три раза дороже, скажем, чем вот эта сетка или вот эта. Поэтому нерационально ее использовать для боковых стенок. Для боковых нам достаточно будет стетки подешевле. А вот для самой лыжи нужно будет использовать для пола именно вот эту. Значит, вот каркас. Для изготовления этого каркаса все предельно просто. У этого человека, у него там целый станок, стол и сварочное целое приспособление. У нас таких условий нету. У нас есть дача. Вот, как видите, здесь была найдена ровная площадка размера вот приблизительно метр на метр, на которой мы и монтировали вот это сооружение. Итак, и для изготовления вот этого каркаса вам будет необходимо, специально вот ровненько сложил, чтобы все было наглядно и видно. Вот, пустотелка пятнадцатка. Таких нам нужно будет ровно четыре штуки по одному метру. Ровно один метр. Теперь, точно такая же пустотелка, которая будет использована на стойке, нам нужно таких десять штук по пятьдесят сантиметров. Вот, здесь есть пять, и вот здесь есть пять. И нужно будет четыре стаканчика для того, чтобы нам эти клетки соединять в стеллаж. Итак, посмотрим, что здесь. Вот четыре метровых. Значит, четыре метровых. Теперь считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, которые будут на потолок и на пол. И четыре стойки, тоже по пятьдесят сантиметров. Вот и все наше сооружение. Ну и стаканчики для того, чтобы в дальнейшем, когда мы сделаем уже следующую клетку, то мы ее будем вот таким вот образом в дальнейшем. Вот, сверху. Таким вот образом можно будет сверху поставить три или четыре клетки, одна на другую, и рационально использовать пространство. Вот, что хотелось показать. Дело, в принципе, не хитрое. Изготовление, сварка вот этого каркаса я специально не буду снимать. Я думаю, у каждого найдется угольник, какое-то плоское место, вы это как-то сами сделаете. Значит, на изготовление вот этого каркаса у меня ушло приблизительно где-то минут 45-50. То есть, вот это все было изготовлено. Мне очень понравилось именно изготовлять этот каркас металлический, а не деревянный, потому что намного все проще. Не нужно вот эти все деревянные как-то опоры делать, как-то оно все так вот, видите, изящненько, простенько. И в дальнейшем на нее хорошо можно будет привязать вот эти все сетки. И как это все будет делаться, я продемонстрирую чуть позже в следующем репортаже.